добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем видео разбор первого послания петра 1 главы сегодня мы поговорим о четвертом стихе но я прочитаю середины 3 для того чтобы мы с вами понимали о чем идет речь и так возродивший нас воскресением иисуса христа из мертвых купованию живому наследству нетленному чистому неувядаемому хранящемуся на небесах для вас и так в третьем стихе апостол петр говорит о том что мы воскрешены к никому упованию к чему-то на что мы надеемся к некой может быть даже знаете награде и о чем идет речь апостол говорит о том что на небесах у нас есть наследие некое наследство которое приготовил для нас наш отец здесь я хотел бы остановиться буквально на полминуты потому что мне кажется это невероятно важным дело в том друзья что каждый кто уверовал каждый кто принял христа каждый кто согласился с божьими условиями на спасение не просто знаете получает некую свободу от греха и освобождение от грядущего наказания каждый становится сыном дочери бога и соответственно не просто имеет право на на то чтобы претендовать на наследство но он имеет это наследство здесь так написано мы имеем это наследство на небесах я не знаю чем идет речь возможно это некое поручение возможно это некое положение возможно это некое некие отношения с богом я не уверен что это конкретно кто-то думает что это золото богатство но мне кажется что там это потеряет всяческий смысл но я уверен в одном что наследство будет и в четвертом стихе апостол петр дает некоторые критерии этого наследства и во первых она нетленная то есть это наследство которое имеет настолько же вечную природу как и сам бог потому что все что делает бог оно пребывает вовек так вот господь приготовил для нас наследство которое не сгниет не пропадет и более того его актуальность никогда никогда не будет потеряно второе качество наследия которое да для нас приготовил господь оно чистое в его наследие нет ничего греховного его наследие нет ничего что принесло бы огорчение нам сделала нас хуже каким-то образом негативно бы на нас повлияло ну почему я говорю об этом потому что иногда люди получающие наследство в этом мире они не используют его правильно ну вот простой банальный пример когда люди выигрывают что-то какую-то лотерею они не всегда это не всегда служит для их пользы например почти половина людей выигравшие большую американскую лотерею то есть огромную к это сумму они покончили жизнь самоубийством то есть это богатство привело к чему-то очень негативному в жизни когда мы говорим о наследии бога то в нем нет ничего нечистого то есть она принесет радость и благословение третья характеристика этого наследия она не увядает вы спросите чем неувядание отличается от нетления когда мы поженились нам подарили цветок он не умер нет мы просто иногда забывали его поливать и он превратился в что-то такое обвислое не очень привлекательное и в итоге мы его отдали я не помню кому но кому-то кто умеет ухаживать за цветами так вот в моем понимании как я вижу вот это слово это характеристику когда речь идет о неувядаемом наследии это то наследие которое не требует никого ухода она не испортится от того что полежит какое-то время на небе без нашего с вами присмотра и последнее наверное самое для нас трудное но состоит в том что данное наследие хранится на небесах она недоступна для нас в это время вот прямо сейчас и для многих из нас она просто непонятно что же это я с этого начинал и так 4 важные характеристики наследие божьего она нетленно но никогда не исчезнет она неувядаема то есть она не требует какой-то специальной заботы и так далее она чисто она не испорчена но доставляет радость и она на небе в самом защищенном месте его никто не может у нас